Здравствуйте! Это программа «Ресурсы». Ближайшие пять минут обзора экономических новостей. С вами Сабей Байбусинов. Прямые инвестиции Китая за пределы своей страны к концу года превысит 1 триллион долларов, поскольку на фоне замедления экономики китайские компании предпочитают инвестировать за рубежом. Общий объем зарубежных инвестиций Поднебесной в прошлом году достиг 883 миллиардов долларов. Об этом заявил Джан Хиан Чен, высокопоставленный чиновник в Министерстве торговли КНР. Также сообщается, что нефинансовые инвестиции страны за первые восемь месяцев этого года выросли на 18,2% до 70 миллиардов долларов. Прогноз на конец года по этому показателю был повышен до 123,12 миллиардов долларов. Замедление экономики КНР и волатильность на локальном финансовом рынке вынуждают китайские компании проводить диверсификацию, приобретая различные иностранные бренды и технологии. Так прокомментировал ситуацию агентство Reuters Стила Ханесман, руководитель отдела исследований компании Rodium Group. Важно отметить, что власти Китая всячески поддерживают стремление китайских компаний развивать свое присутствие в различных уголках земного шара, поэтому постепенно убирают различные барьеры и другие преграды для инвестиций за рубеж. По данным Thomson Reuters, с начала года по 16 сентября китайские предприятия уже завершили 390 сделок на общую сумму 77 миллиардов долларов. Это, безусловно, можно назвать достижением, поскольку данная цифра выше предыдущего рекорда, достигнута в 2008 году. Тогда объем сделок составил около 70 миллиардов долларов. К новостям в стране. На товарной бирже ЕТС в августе 2015 года на секции торговли сельхозпродукцией товарооборот в денежном выражении составил более 905 миллионов тенге. В сравнении с показателем июля спрос пошел на понижение. Об этом Центру деловой информации Капитал Киезет сообщили в пресс-службе биржи. Отметим, в августе 2014 года на секции торговли сельхозпродукцией товарооборот в денежном выражении составил более 53 миллиардов. Показатель спроса на пшеницу и ячмень увеличился по отношению к предыдущему месяцу на 57%. В начале августа текущего года цена на пшеницу третьего класса на франкоэлеваторе составляла 38 тысяч тенге. К концу месяца цена снизилась на 1,3%, что составило 37,5 тысяч тенге за одну метрическую тонну. На Чикагской бирже средневзвешенная цена пшеницы в начале месяца составила 34 тысячи 56 тенге. Снизилась в течение месяца на 3,4%, что в денежном эквиваленте составило 32 тысячи 906 тенге за одну метрическую тонну. За период с 1 по 31 августа на бирже ЕТС были зарегистрированы сделки по пшенице третьего класса на сумму более 564 миллионов тенге по ичменю на сумму более 224 миллионов тенге. На экспорт были зарегистрированы сделки по пшенице третьего класса на сумму более 107 миллионов тенге. В текущем году сектор добровольного страхования имущества показал рекордный сбор премии за первые 7 месяцев года и достиг 84,2 миллиарда тенге, сообщает аналитический портал Рэнкин Киезет. Показатель продолжил рост предыдущих двух лет после сокращения в 2008-2012 годах. Основой роста стало увеличение сбора премий по страхованию имущества, которые занимают долю в 49% в совокупном объеме по отрасли. Несмотря на снижение уровня деловой активности в экономике Казахстана, большинство страховщиков сумели нарастить портфель премий по страхованию имущества. По итогам 7 месяцев 2015 года из 25 страховых компаний, оказывающих услуги по данному виду страхования, 17 показали рост премий. Тройка лидеров рэнкинга по приросту страховых премий изменилась. В ТОП-3 вернулась Евразия, которая в июне ускорила темпы сбора премий по страхованию имущества, в результате чего портфель вырос на 1,2 миллиарда тенге по сравнению с январем-июлем 2014 года. Лидером рэнкинга остается СК «Казахмыс», увеличившая сбор премий по данному виду страхования на 1,4 миллиарда тенге или на 32%. Замыкает тройку лидеров «Аманат Иншуренс», чей сбор премий по страхованию имущества в этом году вырос на 870,4 миллиона тенге по сравнению с предыдущим годом. Следом идет «Халык Казахин Страх» с ростом в 821 миллион тенге и далее страховая компания «Цесна Гарант». Ее показатели увеличились на 592 миллиона тенге. Это была последняя информация. Выпуска нашей программы доступны на официальном сайте телеканала 24КЗ. Следите за новостями. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok